Судебный процесс над охотоведом начался в Ордацевском суде. Сам подсудимый утверждает, что не виновен, а дело, по его мнению, сфабриковано полицейскими из Кулебак. 63-летний Николай Кортиков работал охотоведом более 20 лет, сейчас его обвиняют в получении взятки. Появилась информация, что в Кулебак создана охотничья группа, которая взаимодействует с поставленными работниками полиции. Я просто уже узнал, что там сотрудники полиции тоже участвуют, и я частенько начал в ту сторону выезжать. Мы там находили следы, но уже туши увезли в сторону Кулебак. Они вставали на тропу, делали засады и убивали лосей, кабанов без разрешительных документов. Мне уже охотники стали звонить, жаловаться, видели их и сказали, что там беспредел, надо вести порядок. Мешал браконьерить, меня решили убрать. А как убрать? Я не пью, не курю, не прогуливаю. И вот с этого момента у меня начались проблемы. Мне привозили щук домой кидали, подкидывали эти шкуры, этих всяких. Дальше угрозы пошли. Мне присылали смс-ки в марте месяце 2019 года, что ты уходи, иначе тебе будет плохо. Я с этими смс-ками обратился к прокурору, обратился в полицию. Ну, там не нашли, кто эти смс-ки мне присылал. Потом, значит, ближе к весне начали поступать информация, что какие-то люди, по моему имени, ездят с Рыбаков, берут деньги. Говорят, что мы, значит, работаем с Кортиком, давайте платите. Я также написал заявление в полицию, тоже лица были не установлены. Ко мне приезжают полицейские, значит, рано утром в 7 часов из Кулебак. Как Сидорин возглавлял, как бы, эту группу. Ну, по поводу того, что якобы я изъял ружье и не сдал его милицию. И со мной, которые ездили там люди, один из них написал явку с повинной в суд, что якобы два года назад, в 2017 году, мне он дал сначала, он говорил, 10 тысяч, потом 15. И, в общем, сумму я до сих пор не знаю, какую мне, как бы, это меняет. По версии следствия, в сентябре 2017 года обвиняемый в лесном массиве Муктоловского лесничества в Вардатовском районе Нижегородской области установил факт совершения одним из охотников административного права нарушения, нарушения правила охоты. За непривлечение его к административной ответственности, непередачу охотничьего ружья, на которое не было разрешающих документов сотрудникам полиции, он получил через посредника взятку в размере 15 тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, вы зачем инспектору взятку давали? Никто не давал. Ну, речь шла сейчас о каких-то деньгах. Что это за деньги были? Я не слышал про деньги. Если вам нечего скрывать, зачем убегаете? Да, на фигах он убил. Я его вижу в первый раз, как и он меня. Хотя он сегодня говорил, тоже меня, как бы, не знает. Но потом постановодящий вопрос прокурор, он якобы меня узнал. А так я его в первый раз вижу. Где он рассмотрит в суде? До окончания рассмотрения никаких комментариев давать. Скажите, пожалуйста, а какие есть доказательства того, что он получал эту взятку? Это окончание рассмотрения дела в суде. В приговоре, в итоге он решение по делу будет изложено все доказательства. В деле существует аудиозапись. Якобы вот этот товарищ, который нам давал деньги, он записывал телефоном. Впоследствии он телефон утерял. То есть телефона нет в деле. Но он успел отдать другому тоже человеку, который якобы из телефона записал на флешку. И тоже у него этот компьютер сгорел, и его тоже вытянули. То есть сегодня первоисточника нет. Его, мне кажется, специально убрали, чтобы его не было просто. Потому что он влавливал браконьеров. А браконьеры, как у нас обычно, в чинах и в званиях. И визжал весь, да не только весь район, вся область визжала от его рейдов. Иногда было с ним страшно, даже было, когда это все происходило. Там каждую весну целая банда высаживалась десантом. На моторках в разлив идут и бьют все хуток подряд. Кто побогаче, у кого есть возможности, тому он и мешал. А он столько лет проработал в своей системе, и вдруг он берет через 20 лет с кого-то взятку. Ну это же, это же трудно поверить. Я всю жизнь в охотинспекции с момента убийства брата. Потому что брат не давал браконьерить. И вот я продолжил его как бы работу. Брат Николая Кортикова Алексей, тоже охотовед, погиб в 1992 году. При весьма странных обстоятельствах. Он якобы пьяный, 31 декабря попытался уехать от полицейского патруля. Полицейский выстрелил в колесо автомобиля, но пуля отрикошетила прямо в голову Алексею Кортикову. Все было квалифицировано как несчастный случай. Что касается дела в отношении Николая Кортикова, то им занимался сотрудник, как вы слышали, отдела полиции Кулебак Алексей Сидорин. Тот самый, который вместе с подполковником Алексеем Волковым и еще одним коллегой пытались убедить Кулебакского предпринимателя отказаться от своего бизнеса в пользу неких высокопоставленных полицейских из Нижнего Новгорода. Взамен предпринимателю обещали помощь и покровительство в дальнейшем. А предприниматель этот разговор записал на диктофон, выгодную лесную делянку отдавать отказался, и после этого в отношении него было возбуждено в течение нескольких месяцев аж три уголовных дела. Этот эпизод, а также шикарная недвижимость кулебакских полицейских и процветающие в Кулебаках ночная торговля контрафактным алкоголем стали причиной громкого полицейского скандала. Начальник Кулебакского отдела полиции был уволен, а ряд полицейских отстранены от работы. Вот что Николай Кортиков рассказал о расследовании своего дела. Сидорин является основной фигурант по моему делу, который пытался все это сшить с белыми нитками и получить нужные ему доказательства. И вот этот Сидорин, чтобы выбить показания, нужные ему, он моего, значит, еще свидетеля, который был с нами в лесу в машине, он привез его в отдел к нам, разделил его до гола. Давление поднялось сильно, вызвали врача, у меня по 200 давления. А меня еще продержали часа, наверное, 3-4 после врача. Пришел туда в 12 и до 7 где-то вечера. Сидорин пытался вроде, чтобы я на Кортиков дал показания. Ну, а я как дал? Я что видел, то сказал. Ну, я тут не говорил, чего надо ему было. Через два дня Сидорин приехал опять с группой элит, не представился. Мы попытались получить комментарии и в самом отделе полиции Кулебак. Здравствуйте, мы с телевидней сети НМ. Мы хотели бы поговорить с Алексеем Сидориным, старшему прополномоченному БЭП. Этот человек находится не в моем подчинении. И по данным он отстранен с влаждением служебных обязанностей. Да, мы знаем, что он отстранен, но он не уволен. Он сейчас на рабочем месте? Я не могу вам сказать сейчас. Кстати, если 63-летнего охотоведа Николая Кортикова признают виновным, его могут ждать до 8 лет лишения свободы.